Привет, ребята! Сегодня мы готовим филе миньон из говяжьей вырезки. Берется бык, верхняя часть около позвоночника отрезается. С одного быка получается вот две вот такие вот вырезки. Сейчас мы будем пытаться все это сделать. Очень вкусно, прям как в ресторанах, только не за 2500-4000 за порцию, а всего получится где-то рублей по 300-400, где-то так. Для этого, значит, вот у нас есть вырезка, но ей мы займемся потом, немножко попозже. Для начала мы сделаем гарнир. В гарнир у нас будет печеная картошка. Я ее предварительно помыл, очень тщательно, со щеткой. Берется щетка, берется вода, берется картошка и очищается. Это не так сложно и абсолютно логично. После чего мы эту картошку разрежем. Двигай сюда, камеру. Мы эту картошку разрежем так, чтобы она примерно красиво смотрелась, когда она будет запеченной. Куски должны быть примерно одинаковой ширины, чтобы она равномерно пропеклась. Засовывать мы ее будем в духовку. Картошку мы нарезали, и теперь пришло время картошку эту засовывать в духовку. Но перед тем, как мы ее засунем в духовку, мы ее смажем маслом, сливочным маслом. Для того, чтобы на картошке появилась приятная, аппетитная корочка. Она будет румяная и очень вкусная. Для того, чтобы намазать картошку маслом, нам сначала необходимо ее протереть. Протереть от жидкости, от крахмала. Протираем картошку обычной бумагой и берем масло. Удобнее брать в упаковке. И с двух сторон... Я аж слюну сглатываю. И с двух сторон ее смазываем на срезах. Дальше кладем на импровизированную нашу полу-грилерешетку. Снизу у нас дополнительный поддон, для того, чтобы... Если масло будет капать с картошки, то оно будет падать в поддон, а не в нашу духовку, которую потом сложно мыть. Это достаточно длительный процесс. Лучше делать с компаньоном. Компаньон будет протирать, вы будете намазывать. Или наоборот. Иначе это займет достаточно длительное время. Поэтому давай-ка, давай-ка помогай мне. Клади камеру. И помогай. М-м-м. Не, м-м-м. Ого! Давай. Хорошо. Картошку мы не солим. Картошку мы не солим, масло мы не солим. Потому что у нас есть специальное масло, которое мы приготовили заранее. О котором я расскажу немножко попозже. Оно соленое, с различными добавками, специями. Поэтому саму картошку солить не нужно. К тому же и стейк будет соленый. Как стейк филиминьон. Вот в итоге что у нас получается? Целый противень, супровизированный гриль решеткой сверху. Все это картошки. Картошка вся в масле. Никакой соли, я повторяю. Засовываем теперь в духовку. При температуре, при температуре максимальной, которая у вас есть. В моем случае это 250 градусов. Аккуратненько. Случай не развалилась. Помещаем в духовку. Гриль включать не нужно, если вас это интересует. Просто в духовку на 250 градусов. И этого будет достаточно. Все, и закрываем. Огонь горит? Огонь горит. Теперь картошка печется около 40-50 минут. Поэтому у нас есть немного времени. Это время мы потратим на приведение мяса в подобающий вид. Как вы видите, на мясе есть пленочки. Пленок на филе миньон не должно быть. То есть, несмотря на то, что это вырезка, она сделана достаточно грубо. Не знаю, по какой причине. Но вот, видимо, так сделал мясник. И нам нужно убрать вот эти вот пленочки. Они будут не очень хорошо сочетаться с нежностью филе миньон. Поэтому пленки нужно в любом случае убирать. Чем мы и займемся. В принципе, на само приготовление мяса нам нужно минут 30. Поэтому у нас есть минут 15 на то, чтобы снять эти пленки. Снимаем аккуратно пленочку. Поддеваем ножом. Поддеваем. И снимаем их. Как-то так. Не забывайте, что весь жир нужно срезать. Вот этот жир нежелательного, не должно быть филе миньона. В принципе, вырезка, когда готовится с жиром, это не самый лучший вариант. Такого быть не должно. Такого быть не должно. Особенно за 800 или там 1000 рублей килограмм. Именно столько стоит вырезка. И такого, естественно, быть не должно. Потому что, когда ты покупаешь даже лишних 100 грамм за 800 или 1000 рублей, это лишняя соточка. И, естественно, ничего приятного в этом нет. Поэтому старайтесь брать мясо там, где вы уверены в том, что его качественно разделают. То, что вырезку сделают без лишнего жира. Во-первых, вам хлопот меньше. Во-вторых, дешевле это стоит. Что? Во-вторых, жир плохо. А в-третьих, жир это плохо. Все правильно. Вот здесь под пленками видно, видно сами волокна прямо мяса. Насколько оно нежное. Прямо распадается, тает в руках. Говоря уже, это без термической, без термической обработки. Что будет, когда мы проведем термическую обработку и приготовим это мясо? Будет просто идеально. Вот под пленочкой то, что у нас скрывается. Поэтому пленку нужно обязательно снять. Еще раз повторяю. Мы максимально от пленок избавились. Вот это то, что у нас лишнего было на этой вырезке. Вот то, что осталось. Никаких пленочек. Есть небольшие остатки, но мы еще их зачистим окончательно. Теперь что я хотел показать. Сама вырезка это вот. Вот эта вот часть. Здесь она начинается. Здесь заканчивается. То, что здесь перья называется головой, кто как ее называет. Но в любом случае это не вырезка. Это что-то лишнее. Поэтому эту часть мы просто срезаем. С другой стороны подрезаем. Оставляем только саму вырезку. Естественно, мясо здесь практически такое же нежное. Можно тоже посмотреть, все волокна видны. Из этого можно сделать отличное мясо. Отличное его приготовить можно. Но это будет не филе миньон. Поэтому это мясо мы тоже отложим пока что. Вот у нас получается вырезка. Это у нас то, что осталось. Из этого мы тоже что-нибудь приготовим попозже. А сейчас перейдем к самому филе миньон. Есть вырезка. Вот филе миньон. Из этого мы должны сделать сами миньончики. Миньончики делаются следующим образом. Мы отмеряем где-то 3-4 пальца ширину. И это будет весь вот такой вот стейк. Ну как стейк. Вот такой вот кусок мяса приблизительно. Вот. Они должны быть все равномерные. Поэтому в ход идет только вот эта часть вырезки. Но чтобы не терять хвост, так сказать, и голову, мы тоже их используем. Для того, чтобы использовать голову, мы делаем следующее. Мы отрезаем хвост, сам кончик. Также кладем его к мясу. И здесь замеряем, как будто мы отрезаем 2 стейка. То есть 3 пальца и еще 3 пальца. Отрезаем. Делаем посередине надрез. Не до конца. И складываем таким вот образом. Получается маленький хитрый филе миньончик. Хитро. Вот да. Маленький хитрый филе миньончик. Никто даже не догадывается, что он на самом деле не настоящий. И в каких-нибудь ресторанах, я думаю, что можно его подавать, как настоящий филе миньон. Из обрезка. Злогений крафт. Злогений. Что мы и сделаем, собственно. То же самое делаем с хвостом. Отрезаем. Зачем мы отрезаем самый хвостик? Для того, чтобы получить доступ к волокнам. Волокна здесь идут вертикально. Мы, отрезая хвост, получаем доступ к волокнам. Таким образом, мясо просолится нужным образом. Нужным образом пропитается различными травками, когда мы это все будем запекать. То есть, вот здесь видно, что у нас волокна открыты. Туда прямо все будет проходить. Вот они, волокна. Также здесь делаем три пальца и три пальца. Нарезаем. И формируем еще один филе миньон. Видно, оказалось внутри немножко жирновато. Но думаю, что это не страшно. Тут же со всем остальным все просто. Мы берем, три пальца отмеряем и режем. Режем, соответственно, в два движения. Не знаю, зачем это говорят резать в два движения, что, мол, вот он настоящий филе миньон получается. На ручку положи. Мы его расплюскиваем. И вот он, этот кусок мяса. Это вертикальный срез вырезки. Без читерства, настоящий средний кусок вырезки. Что я говорил? Что ты злой гений, который умеет... Нет. Я говорил, что я не злой гений. Я говорил, что с остальным куском мяса все просто. Просто три пальца и буквально два-три движения ножом. Почему-то в данном случае я сделал четыре движения. Это плохо. Говорят, что таким образом нарушается целостность волокон. Но я не думаю, что мы тут такие все гурманы. Нет, я есть не буду все. Поэтому режьте, как можете. Также, когда покупаете вырезку, смотрите, чтобы вам грамотно ее нарезали. Потому что в данном случае вот идет целостный кусок вырезки. Вот этого среза быть не должно. Вырезка, она так к нам пришла. Она пришла уже срезанной, что нарушает целостность. И, естественно, в каком-нибудь ресторане, я думаю, что дорогостоящим так бы не подавали. Но у нас местечковая кухня. Поэтому нам все равно. Три пальца. Раз, два. О, ну ты профи. О, да, о, да. Все. Теперь смотрим, что у нас с картошкой. Картошка подрумянивается. И пришло время просолить хорошенько наши стеки. Для этого мы поедем в Израиль на Мертвое море. Именно оттуда эта соль. Именно с Мертвого моря. Мы сейчас ее немножко... Тут у нас достаточно влажно в Санкт-Петербурге. И соль немножко слиплась. Но не суть. Значит, мясо, оно обладает следующими свойствами. Оно само впитывает в себя столько соли, сколько нужно. Поэтому мы берем соль. Сначала мы ее немножко раскидаем по доске, на которой, собственно, все это будет засаливаться. Часть соли просто раскидаем. Главное это дело не пересолить. Поэтому соль... Небольшой слой, да? И кладем сверху стеки. Наши периминьончики. Кладем. Я прям смотрю на них и хочу их уже поглотить. Угу. Вот. Так, это у нас читерские. Надо бы, на самом деле, сейчас мы займемся тем, что вырежем кусок жира. Он меня очень сильно напрягает. Так, и последний кусочек. Мы положим сюда. Сейчас, секунду, мы займемся тем, что я вырежу. А кусок этот мы вырежем, кстати. Как я вырезаю кусок жира. Вырезали как могли. И сверху... Вырезали как могли. И теперь сверху мы просто берем соль, ту же самую, крупную. Берите крупную соль и кладите на ваше мясо. Просто не скупитесь. Главное вовремя эту соль потом убрать. Мясо впитает столько соли, сколько нужно. Поэтому... К тому же тут все пройдет сразу насквозь через волокна. То, о чем я говорил. Вот кладете соль сверху, кладете снизу. Она проходит через волокна. Со всех сторон. Главное засечь где-то минут 7, может быть, 10, не больше. И при стечении 7-10 минут просто эту соль всю смахнуть. Ждем. Пока мы ждем, наше мясо просаливается. СМС-ка. СМС-ка. Пока наше мясо просаливается, мы можем заняться нарезкой овощей. Ну, собственно, здесь все просто. Это нужно будет для сервировки. Поэтому черри режем пополам. Кому-то нравится резать черри на 4 дольки. Ты можешь снять, как я это делаю, поближе, например. Мы потом поджарим черри. Мы не будем жарить черри. Поджарим черри. Мы поджарим черри. Мы поджарим оператора. А черри мы жарить не будем. Черри нужно для сервировки. Мы просто нарезаем помидорки, нарезаем. Лучше берите, конечно же, черри. Не берите обычные помидоры, особенно если это дело происходит зимой. Сейчас у нас за окном снег, соответственно, зима. И помидоры в Санкт-Петербурге выращивает фирма Лето. Они стеклянные. Как черт знает что. Вот в черри чувствуется такой кисло-сладкий вкус помидоров. Он прям настоящий. Да, это то, о чем я говорю. Великолепно. Покупайте черри, не намного дороже, но... Если вырезка у вас настолько дорогостоящий продукт, и вы можете его себе позволить, позвольте себе помидоры черри вместо простых помидоров. Мне кажется, это логично. Если вы уж настолько любите еду, то доделаете все до конца. Жить надо красиво. Да. Почему я это говорю с огурцом в руках, я не знаю. Нарезаем огурец. Просто показывать всю нарезку смысла нет. Поэтому? Поэтому. Отрезаем огурца задницу. Разрезаем огурец на 4 части. Именно так он будет стержироваться. Все. В общем-то перец тоже можно будет... Блин. Да, перец потом можно будет тоже нарезать. Думаю, что в этом всем смысла нет. Каждый нарезает так, как хочет. Мы же переместимся сейчас во времени, и будем уже снимать соль с нашего филе миньона. Вот он. Вот сейчас ты делаешь так, на камеру переместимся во времени. Нет. Я просто здесь обрезаю. Подумали, что у нас есть 7 кусков филе миньона замечательного. Два из которых читерские. И, в принципе, можно сделать из головы третий филе миньон. Я так подумал. Мы обрежем здесь и обрежем здесь. И получится отличный филе миньон. Можно даже два, очень маленьких, правда. Ну, давайте попробуем. Хотя они, конечно, будут уже по консистенции. Они будут, конечно, не миньоны. Никаким образом. Но, если вот так вот положить, то, в принципе, человек, который не знает, что это голова, может подумать, что в зажаренном виде это будет смотреться вполне как филе миньон. Посмотрите, какая красота. Кто бы мог догадаться, что это голова. А выход продаем тоже за 3-4 тысячи за порцию. Вполне. Вполне, кстати, такое возможно в кафе и ресторанах нашего любимого города. Не хочу очернить ни один из ресторанов, поэтому не называю название. Вот гнилая картошка. Это как метафора к ресторанам, которые вместо филе миньон подают головы от вырезки. Прошло где-то минут 7. Соль стала... Давайте на каком-то красивом куске показать. Соль стала очень влажной. Это значит, что мясо уже обменяло... Выделило сок. Выделило сок и впитало столько соли, сколько нужно. Поэтому мы снимаем соль. Прямо вот так вот руками. Не стесняемся. Руки у нас чистые. Мы же готовим. Снимаем. Снимаем всю соль. Вот это вот то, о чем я говорил. Совершенно ненужный надрез, который был сделан еще в магазине перед покупкой. Хоть самому разделы туши, правда же? Снимаем соль. Ну, собственно, это будет происходить со всеми другими кусками, поэтому вернемся позже. Окей. С мяса мы сняли лишнюю соль. Все, что нужно, впиталось в мясо с двух сторон. Все отлично. Теперь можно сверху поперчить обильно эти куски мяса. Берем черный перец. В принципе, поскольку мы делаем не на открытом огне, мы можем перчить заранее. Если вы готовите мясо на открытом огне, если это просто шашлычок какой-нибудь, то желательно перчить после, потому что перец сгорает на открытом огне. Если готовится на углях, естественно, перец не сгорит. Но мы готовим на сковородке. Сковородка. Я думаю, ее и так видно же, да? Отлично. Мы готовим на сковородке, поэтому разницы никакой. Сейчас перчим с одной стороны, потом, когда положим мясо на сковородку, перевернем, поперчим с другой стороны. Теперь к мясу мы будем не просто так жарить мясо, а сделаем его пикантным. Для того, чтобы сделать мясо пикантным, мы возьмем розмарин, немножко розмарина, и возьмем чеснок. Чеснок обычный, какой можете достать. Можете ядреный с грядки, можете в супермаркете купить китайский чеснок. Это так, это тот чеснок, который купил я, обычный китайский чеснок. Мы его, значит, давай сюда. Мы его, значит, отделяем от этой кожуры, шелухи, и давим его. Вот, чтобы не заморачиваться, прочистить, просто раздавили, и после этого счищаем. Некоторые считают, что для приготовления мяса в таком соусе нужно чесночины класть целиком, но в этом нет смысла. Если ты кладешь чесночину целиком, то сок оттуда не вытекает в нужном количестве. Поэтому чеснок мы нарежем. Не обязательно его давить на чеснокодавилке, но нарезать достаточно мелкими кусочками, я думаю, что стоит. Сейчас мы почистим чеснок, нарежем чеснок, и после этого добавим немножко розмарина в него. Точнее, даже не в него, а порежем розмарин по той же причине. Мы достали немножко, пару веточек розмарина. Некоторые считают, что розмарин тоже не стоит нарезать, потому что он и так достаточно ароматный. Он действительно ароматный, но когда мы его кинем к нашему мясу вместе с чесноком, то он отдаст недостаточное количество масел, как мне кажется. Поэтому розмарин мы не просто нарежем, и мы его будем резать немножко под углом, чтобы все соки, смолы, так сказать, вышли из этого розмаринчика. Таким образом мы открываем вкус розмарина, и это правильно, и это правильно. Как мне кажется. Конечно, для кого-то может оказаться, что вкус розмарина будет слишком насыщенный, но, поверьте мне, филе миньон впитает именно столько вкуса розмарина, сколько ему нужно. Поэтому не скупитесь, не скупитесь выдавливать масла из измарина. Теперь порежем немножко наш укроп. Чеснок. Извините. Теперь порежем немножко наш чеснок, да? Достаточно мелко, но не в труху, не в труху. В этом нет смысла, потому что это будет то же самое, что на той же самой чеснокодавилке. Таким образом мы получили основу для пикантности наших филе миньончиков. Теперь пришло время посмотреть, что у нас с картошкой. Картошка. Помимо картошки я нашел еще немножко розмарина. Так, картошка. Ага, ага, а, иди сюда, иди сюда. Картофель практически готов. Уже видны такие золотистые тона, оттенки. И, в принципе, на приготовление филе миньона нам нужно минут 15, может быть, 17. Плюс время на разогрев сковородки, так что it's time to fry. Ну, не fry нифига, it's time to cook мясо. Готовим. Берем чугунную сковороду и прогреваем ее до температуры накаливания. Пока она не прогрелась, ничего с ней не делаем. Масло туда не наливаем. Ждем. Ставим в сковороду и ждем. Так, теперь мы проверяем, проверяем, насколько наша сковорода накалилась следующим образом. Ну и просто воду туда. Это гигантально. И все. Ну что, конечно, если у вас полностью чугунная сковорода, то понятно, насколько она накалилась по ручке. Все очевидно. Готовить будем на оливковом масле. Берем оливковое масло. Совсем чуть-чуть его наливаем. Пожалуйста. Масла не должно быть много, потому что мясо сочное само по себе. В этом нет смысла. Особенно оливкового масла должно быть много, потому что у нас будет на основе сливочного масла, чеснока и розмарина так сказать, пикантность нашего филиминьона. Изобилие вкуса. Изобилие вкуса. Все именно так, как ты говоришь. Мы берем наше... Изящно-изящно. Изящно берем, да. Наши филиминьончики, и начинаем их рожали выбирать можно руками. Мясо любит руки. Засекаем 2,5 минуты. 2,5-3, в зависимости от того, сколько пальцев толщина вашего филиминьона. Если 4 пальца, где-то 3 минуты. Если 3 пальца, ну и еще от толщины ваших пальцев. Короче, 2,5-3 минуты засекаем. Я уже разговариваю где-то секунд 30, поэтому так вот не возвращай. Ну, скажем, поставь будильник через 2 минуты. На 2 минуты. Все нормально, он пойдет. Окей. Все. Новые технологии. Будильник играет, а это значит, что нам пора перевернуть наши филиминьончики. В принципе, можно это сделать даже руками. Вот. Если вы не боитесь обжить свои пальчики. Да, если вы не боитесь обжить свои пальчики, можете сделать... Я уже не могу. Можете сделать вот так. И сейчас... Надо сделать наоборот. И сейчас будет самое... Самое интересное. Мы добавим пикантность к нашему блюду. Для этого мы возьмем сливочное масло. Это тоже сливочное масло, которым мы смазывали картофель. Нет, еще одна пачка, просто масло уходит достаточно много. Берем сливочное масло и кидаем его щедро. Щедро кидаем его в наши филиминьоны. И добавляем туда чеснок. С розмарином. Делать можно это руками. Разницы никакой. Идет потрясающий просто запах. Господи, я сейчас сожрою, но прямо с сковороды. Господи, это просто... Это надо не ухать. Это настолько великолепно. Сейчас масло, наше масло пропитается розмарином, чесноком. И не забудьте положить филиминьоны свои на чеснок с розмарином, чтобы снизу, чтобы снизу они тоже пропитались. Так. Тоже нужно было, по идее, зачесть две с половиной минуты, но я примерно представляю, что осталось где-то полторы. Смотрите, чтобы чеснок с розмарином не подгорели. Как только они начинают подгорать, сразу моментально убирайте оттуда и чеснок, и розмарин. И дальше ваш филиминьон, поскольку волокна... Да, я тоже, я тоже балдею от запаха. Просто волокна, они впитывают все запахи, все ароматы, и как только он чуть-чуть, хотя бы чуть-чуть подгорит, то ваш филиминьон может испортиться. Он будет внутри со вкусом горелого, поэтому следите очень аккуратно. Мне кажется, ты сейчас потеряешь оператора. Нет, держись, держись. В принципе, сейчас мы готовим мясо ре, медиум ре. Да, если вы хотите сделать мясо... Это, когда оно внутри розовое, да? Если вы хотите сделать не как по-долженному, да? А просто более... Более классический, что ли, вариант куска мяса, то режьте просто потонше. Не стоит дольше держать, просто режьте два пальца тогда. Если вам ближе... Не вкус сырого... Она не сырое. Не классический медиум ре, а сочный, шикарный. А что-нибудь... Что-нибудь другое, то просто режьте, режьте поуже. Все. Время прошло, и мы немножко, немножко с боков сейчас пожарим наши миньончики с боков. Вот, как видите, здесь уже немножко подгорел чеснок. Мы его стараемся не трогать нашему миньону. нашим мясом. Вот так вот. Ой-ой-ой. Вот это вот получается из-за того, что я говорил про надрез, который был с самого начала на мясе, вот к чему это приводит. Вот цельный кусок без надреза, вот кусок с надрезом. Смотрите, конечно, не так вот. Именно, но по вкусу, я думаю, все будет проще делать с того. Буквально по 20 секунд с каждого ребра, просто чтобы дать мясу, придать золотистую такую порость со всех сторон. Мы берем борху, рассылаем на ней фольгу. Фольга нам нужна для того, чтобы наши миньончики потопились, потомились какое-то время. Все, выключаем, да? И хватаем наши миньоны. Оп. Оп. Ты снимай, как мы кладем. Сейчас. Теперь. Теперь мы выкладываем с правильника в центр. И сейчас мы их завернем. Они должны будут потомиться минут 10. Примерно. Примерно минут 10. Сейчас. Оп. На этом вы задумывались, задумывались, зачем у меня все время здесь лежит фольга? Именно за этим. Потому что мясо внутри, естественно, не прожарилось. Но нам нужно, чтобы оно хорошенько дошло. И поэтому мы его подворачиваем в фольгу. Если вы хотите делать следующую сразу порцию мяса, не забудьте помыть сковородку и начать весь процесс сначала. Мы моем сковородку. После этого наливаем опять, ну, как-то споласкиваем, да, в принципе, сковородку. Так, чтобы горелого ничего не осталось. Наливаем опять оливковое масло, кладем одной стороной, переворачиваем, добавляем сливочное масло и розмарин с чесноком. Все. Ждем 10 минут. Тем временем я доделываю вторую порцию и достаем картошку. Ура! Вы спросите, зачем я делаю столько стейков? Я сам не знаю. Я знаю. Ну, ты знаешь, да, согласен. 8 стейков, зачем я делаю 8 теле, миньонов, когда нас двое. Но вдруг кто-нибудь к нам зайдет. А вдруг? А если не зайдет, то мы и сами съедим, потому что мясо, блин, я не могу, я не могу везти. Ничего не могу везти. А вот так пахнет. Так пахнет вот вот это вот. Вот. Томится там предыдущий предыдущий экземпляр. Предыдущая партия просто идеально томится. Я это зря отлевся, конечно. Так. Красота. О, боже, опять этот запах. Это просто невозможно. Где хваталка? Хваталка. Можно даже добавить еще масло. На масло главное не скупиться. Масло придаст сливочный оттенок нашему мясу. И масло поможет вкусам вот этим питаться непосредственно само мясо. Не забываем мясо класть на чеснок и розмарин. О, боже, Окей. И ждем, пока что осталось все за две минуты. О, боже. Как это вкусно пахнет. Я не могу снимать. Я хочу есть. Я хочу есть, а не снимать. Это лучшее мясо, которое я когда-либо пробовал в жизни. Я не имею в виду, что то, которое готовил я. Просто само по себе. По качеству. Если вы какой-то раз попробуете вырезку, вряд ли вам понравится что-нибудь другое по нежности. Мы когда-то вот так вот делаем, очень здорово. По нежности. Так, ну и вторую, соответственно, партию мы тоже заворачиваем в фольгу. Вот это можно положить сверху, чтобы температура сохранилась у нижних наших кусков мяса. Замечательно. То есть, таким образом, мы можем на одной сковородке вот так вот положить, можем успеть сервировать даже на 8 человек, все равно будут теплые куски мяса у нас. Сочные, теплые, вкуснейшие. Давайте же быстрее посмотрим, что с картошкой. Картошка. Я его подсветил. Ты можешь посмотреть. Картошка. Срочно вынимать и есть. В идеальном состоянии. Сейчас мы посмотрим, как она. ну просто очень хороша. Очень хороша вот особенно особенно вот особенно вот эта. Картошка тоже пахнет великолепно. Понюхай. Напоминаю, что картошка не соленая. И картошку мы достали. Если у вас есть проблемы с тем, чтобы быстро все сервировать, тоже накройте все дело фольгой. Мы делать не будем, потому что мы уже прямо сервируем все на стол. Накройте фольгой и 10 минут у вас будет запас. Поехали. Сервировка. Сервируем быстро, не особо заморачиваясь, потому что на вкус это все равно никак не повлияет. И в принципе у нас все уже нарезано. Немножко красненького, немножко красненького, немножко зелененького. Сейчас. Мужка огурцов. Да, вот как-нибудь симпатично. Что за кусок такой огромный получился. много огурцов. Берем мясо и открываем его. Это у нас первый. Главное, держи сейчас в руках себя. Да, покажи, покажи, какое оно великолепное. Надо выключить уже. Посмотри, насколько великолепно мясо. О, да. О, да. Мм, сок. Оно, это мясной сок, он просто великолепно пахнет. Вилка-нож. Берем какой-нибудь сочнейший кусок. Нужно бы еще немножко картошечки добавить сейчас. Немножко сейчас добавим картофеля, чтобы целостность картины появилась. Хорошо. И добавим пару веточек розмаринчиков. Хорошо было бы сюда какой-нибудь соус налить, но мы достаточно аскетичны. К тому же у нас есть куша. И у нас, да, все это дело хорошо было бы с вином. Плюс, плюс, смотрите, у этого мяса мясо отдало, так сказать, мясной сок. Вот он. Это не кровь. Кровь сливается с животного, с туши на этапе расчленения. Да? Вот. Это именно та жидкость, которая содержится между волокнами мяса. Плюс это сливочное масло с тем же самым розмарином и чесноком. Поэтому этим всем я советую немножко полить ваше мясо. Так вот, для придания еще большего акцента розмарина и сливочности и чесночка. Можете также немножко полить картошку. Плюс к этому я вчера, к сожалению, я этого не снимал. Вот это это у нас масляный батончик, который сделан из... Да, покажи на меня. Да, он сделан из масла. Вы мешаете просто обычное масло сливочное с соусом терияки. В данном случае это воршишерский соус. Ну, он, наверное, сейчас уже нелегален у нас в России, да? Но, в принципе, мы живем в Питере, можно в Финляндию за ним съездить. Не специально за ним, но можно кого-нибудь попросить, привезти. Настолько круто, чтобы ездить специально за соусом воршишерским в Финляндию. В общем, соус, немножко петрушки, соль, перец. Все это замешиваете в масло, а потом замораживаете в холодильнике в фольге. отрезаем ломтик этого великолепного масла. Два в данном случае. И по ломтику кладем на каждый кусок мяса. Вот таким вот образом. Масло подтает через какое-то время, минуту, через две-три. И это будет просто великолепно. Да, завершение к всему. Я хочу посмотреть, насколько у нас прожарилось наше мясо. Смотрим. Подвинь сюда. Проверяем. Действительно ли оно медиум ре. Да, оно медиум ре. Видите, оно тут нежное, сочное. Если бы мы поменьше времени держали его в фольге, было бы еще более оно сырое и сочное. Это уже на любителя. шикарно. Шикарно. Просто великолепно. Тут возможно, что темно, поэтому я сейчас на свет поднесу. Вы видите, насколько оно великолепно. Так, и, ну, коли уж я готовил, давайте продегустирую. Мы берем вот это вот масло с воршишерским соусом и наш стейк, филе миньон точнее. Давайте уже быстрее есть. Всем приятного аппетита. Все это дело идет с картошечкой, конечно же. Кстати, вот эта вот колбаска из сливочного масла хорошо подходит просто даже к картошке. Вы кладете в картошку необычное масло, вареное то же самое, а вот это подготовленное уже сливочную масло. Она совершенно другой вкус придает любому блюду. Можете на любое мясо положить. В общем, всем приятного аппетита. Готовьте интересные вещи. Подписывайтесь на канал. Здесь подписка. Я, конечно, правильно показываю. Здесь инстаграм. Ссылки продублированы в описании. На канале есть много видео. Видео про путешествия. Сейчас начинается видео про кулинарию. Если попрет, то продолжим. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Поэтому я определю, стоит ли продолжать. Все, спасибо огромное. Приятного. Я сейчас захлебнусь слюной. Приятного аппетита. Пока. Все. Все, кушать.